Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я предлагаю вам мастер-класс, как сделать корзинку к паске для яиц. Это очень интересная, увлекательная поделка. Нам понадобится клей, лоток от яиц, цветная бумага, ножницы, кисточка, гуашь или можно акварель краски, какие у вас есть. Ну и, конечно, не проливайка, чтобы нам пользоваться краской. Салфетка, чтобы вытирать, чтобы у нас все было чисто. Итак, приступаем. Нам нужно покрасить лоток. Берем гуашь вот желтого цвета, кисть и покрываем лоток желтой краской. Лоток бумажный, поэтому красится очень хорошо. Все желтым цветом, покрываем прям все извилинки. Таким образом мы покрыли весь лоток желтой краской. Если у вас где-то неровности, вам не нравится, подровняйте. Так, еще вот здесь, видите, были углубления, я их так ножницами срезала. Потом поймете, для чего. Итак, лоток у нас готов. Теперь нам нужно его задекорировать красиво травкой. Возьмем бумагу зеленого цвета. Как сделать травку сразу много и быстро. Мы примерно померяем полоску бумаги, сколько у нас, чтобы закрыть бортики. И складываем ее, насколько вам хватает бумага. Так, провязали. Так, отрежем. И здесь, чтобы у нас каждая травка была отдельно, по линиям сгиба мы отрезаем. Так, вот у нас получилось сразу столько листов травки. Ровненько, держим. И теперь вам нужно сделать травку. Что для этого надо? Вам нужно вырезать, чтобы уголки отпадали. Не сложно это сделать. Зубчики такие сделать, как заборчик. Так, держите бумагу, чтобы она у вас не расслаивалась. Сразу вырезалось много. Если вам неудобно, так как я держу, вы можете скрепочкой. Скрепить здесь, тогда она не будет двигаться. И таким образом режем до конца. Вот эти треугольнички советую не выкидывать. Они вам пригодятся, потом где-то, если не хватит, травочку вставлять. Вот таким образом до конца мы режем травку. Вот мы нарезали травку. Так, и теперь мы декорируем вот эти вот некрасивые такие места. Я пользуюсь клеем пистолетом. Вы можете пользоваться любым клеем, какой у вас есть. ПВА подойдет. Здесь бумага, в принципе, все приклеится. Так, с краю. Зафиксировали. Вот таким образом вы все обклеиваете коробочку травкой. И, конечно, ячейки внутри. Не торопитесь, аккуратно. У вас получится, я уверена. Вот, посмотрите, я задекорировала свою коробочку, корзиночку для яиц. Вот видите, здесь, если вы взяли лоток, здесь прям 10 яиц красивых, ярких у вас войдет. Травка. Вот я вам говорила, треугольнички, которые у нас выпадали, не выкидывать. Потому что, если где-то не хватало у меня, я прям вот приклеивала вовнутрь. И декорировала таким образом всю коробочку. Так, коробочка готова. Теперь, для чего мы эти отверстия делали? Я вам покажу. Так, отклею у меня тут. Нужно взять кусочек зелененькой бумаги, еще травку, чтобы нам продолжить. У меня тут есть заготовочка. Небольшой кусочек. Полоску бумаги отрезали. И вот таким же образом вы ее нарезали. Так, дальше. Как задекорировать? У меня, конечно, есть такой узорчатый стейплер. Здесь у меня получаются дырокол, извините, цветочки. Если у вас нету такого, вы можете сами нарисовать, вырезать. Можете пайетками, как вам нравится. Я выбрала цветочки. Когда его вырезают, вот такие маленькие цветочки получаются. Вот. Так, теперь эту травку. Вы берете эти цветочки и на вот эту травочку приклеиваете. На каждую полоску, которую вырезали. Вот еще, ребята, я вам предлагаю вот так вот аккуратненько, ножницами, ручкой. Можете загнуть, если у вас ножницами не получается. Вот таким образом. Вы загнули красиво травку. И цветочки приклеить на каждую полоску. И ее дальше можно скрутить в трубочку. Вот такую вот. Край приклеить. Вот, вот. Так, у меня тут еще цветочки остались. Тут по вашему желанию. Какие у вас есть может быть пайетки, как цветочки. Сейчас много в магазине разных красивых декоративных материалов. Вот цветочки нарезали. И вот в это отверстие дырочку вы заполняете. Вот, посмотрите, какая у нас лужайка получается. Вот во все эти отверстия вы такую травку можете вставить. Вот такая корзиночка у меня получилась. Лужайка. Посмотрите, какая красота. У меня есть такие декоративные яйца. Вот, я вам покажу просто, как это будет смотреться. Вот шарики. В каждую ячейку вы покладете и будет у вас на столе стоять красивая вот такая корзиночка. Из лотков вот посмотрите, из лотков можно сделать вот такого петушка. Здесь вырезаете одну ячейку. Из цветной бумаги хвостик делаете. Крылышки. Гребешочек. Немножко примялось у меня лежало. Клювик. И вот яйцо. Если вы кому-то дарите, вот одно яйцо, красиво. Вот такое можно сделать. Здесь просто делается треугольный лист бумаги. На уголке скрепляется и приклеивает. Смотрите, какая красота. И сюда яйцо. Курочка принесла яичко. Вот такие поделочки мы с вами сделали к Пасхе. 19 апреля весь православный русский народ празднует этот великий праздник. Я думаю, такие украшения приятно порадуют всех людей. Всего вам доброго. До свидания.